Добрый час, любители винтажных изделий, винтажных украшений, винтажных коллекционеров и так далее. Это видео у нас будет сегодня именно для вас. Я давно хотела сделать небольшое видео, в котором я готова поделиться парочками, двумя-тремя своими сайтами, которыми я пользуюсь практически регулярно, чтобы оценить либо сделать research, то есть поиски, идентификации, маркировки и так далее. Сайтов, конечно же, такого одного точного сайта нет. Если вы нашли какое-то украшение винтажное, сейчас будем говорить об украшениях, поскольку я с этим работаю, и вам нужно найти производителя, либо год, когда это было сделано. Конечно, понимаю, что это будет разброс, но все-таки, чтобы была у вас какая-то отправная точка, в этом видео я покажу парочку таких сайтов, которым я доверяю, с которыми я работаю уже на протяжении сколько лет у меня винтажный магазин. Значит, первый сайт – это вот такой вот интересный Illusion Jewelry Presents, да, Researching Costume Jewelry. То есть это my must-have сайт, то есть я с ним всегда нахожусь постоянно. Да, он сделан не в стиле 2018-2015 года, он сделал в 1997 году. Если вы увидите, здесь вот в таком стиле это все сделано. Но он очень, и когда раньше делали сайты, они, естественно, были в каком стиле сделаны. Вот как сделали, так и сделали. Можно сказать, не user-friendly, да, то есть не такие непростые, где там увидел, нажал. Здесь нужно покопаться, но при желании все можно найти. Итак, это мой первый сайт, в котором показывается информация. Да, тут есть и магазин, как-то ссылка уходит у нее, здесь какие-то подсказки, картинки. Но самое главное, смотрите, вот это вот даже можно видно, да, куда я часто забегаю, хожу. То есть если у вас украшения, да, допустим, вот у меня Cora, да, которые вот красиво выделены, да, то есть они прямо вот Cora, бренд, целый прописан. И тут, естественно, все будет на английском языке, потому что информация на английском языке. Мы с вами пытаемся улучшить ваши знания на английском языке, да, поэтому стараться можно бы улучшаем через учебу, да. То есть, да, вот, пожалуйста, Cora и Mark, да, когда они были сделаны, кто еще работал, в каких годах это было сделано, да, то есть как бы интересная информация, интересно читаем, смотрим, да. То есть это что отдельно выделено. Дальше, если мы как бы с вами сначала пойдем, то, да, вот у нас Alphavit пошел и поехали. 19-28, Unmarket, ну, это прямо вот компания, которая вот новая сейчас, да. Некоторые, интересно на этом сайте то, что показывают, да, то, что показывают, если есть у них вот это вот chain tag, либо что-то там такое, да, и не всегда, да, тоже делятся информацией, кто какую информацию, да, был, да, и показывают, когда это ориентировочно, по какой год это было использовано, или используется, либо уже захочли использовать, да, то есть вот он, пожалуйста, такой. Давайте какое посмотрим. Три фаре, естественно, это информации здесь очень много, поэтому, а, арт, знаю, вот такая вот у меня есть после 955 года. Вот оно пошло, такой вариант, копирайт уже поехал. С кем я еще работаю? Ну, давайте посмотрим всем знакомую три фаре. Три фаре, три фаре, сейчас мы найдем. Терталайне у меня тоже много изделий есть, и вот тут показывается год 50-76, и опять-таки с 2002-го как бы он обратно в бизнесе, ну, и показывается, какие года, где, что было, когда сделано. Естественно, если мы увидим что-то так вот несовременный шрифт, значит, можно откидывать это туда-назад, да, то есть вот она дополнительно какой-то Терталайне Крислоу, 1970-й год, да, пожалуйста, есть такой момент. Мы продолжаем искать три фаре. Вот он как раз вот три фаре, да. Да, я знаю, что и сейчас вроде бы как продолжают выпускать, но показано с 2018-го по present, да, и уже смотрим TK, какая марка была, показывается, потом вот с короны, да, с три фаре, и она идет 40-50-й год, да, потом есть еще Chain Tank, такое у меня несколько украшений есть в коллекции, вот где буковка T висит, поэтому она вот с 54-го года украшения идут. А дальше что еще? Три фаре вот такая, вот видите, 40-й год, и уже можно как бы смотреть и просматривать. И в разном месте копирайты тоже идут, и вот это просматривать, и вот это Три фаре TM, это более свежее, да, тоже в моей коллекции есть. А на некоторых украшениях у меня тоже присутствует вот такого плана, как бы бирочки, да, вот они, а они даже, смотрите, идут с 2020-го года, да. Три фаре вот такие вот интересные. Три фаре, три фаре, три фаре, и, естественно, смотрим, какие и где года. Поэтому вот на этом сайте очень интересно ходить, смотреть и рассматривать. Иногда я вот прям подвисаю. Давайте кого откроем еще? Ну, допустим, Тарталине. Ну, давайте так вот мы на буковку М откроем. Ну, допустим, всем знакомые Монет. Давайте посмотрим. Кэлэмэнэ Монет. Видите, Монет. Мо. Пролистала я, что ли? Монет. Монет. Смотрите. И подсказывает, куда лучше смотреть. Монокрафт продукт. То есть мы это привыкли называть Монет. Оно Монокрафт продукт. Давайте Монокрафт продукт. Вот они пошли. С 1927 года Монет идет. И разные стили написания. Это просто Монет, смотрите, Марк Форст Юз в 1937 году. Потом еще что-то, вот какой-то Монет джуэрри. Ну, и, соответственно, как бы уже вы дальше рассматриваете по стилю и по, как оно было изготовлено. Если подпендинг, то это точно, да, внешнее. Сейчас я не помню, чтобы делали подпендинг. Давайте посмотрим еще кого. Вот, давайте посмотрим Элзу Шапарелли. Элза Шапарелли. Она очень интересно пишется. Вот она, Элза Шапарелли. С 1931 по 1973 год. Да, у меня парочку ее изделий есть. И вот она идет. Лоу-кейсы показаны до 1940 года. Да, нижним шрифтом написано. Потом после 1949 года вот прописными буквами. Да, потом уже, смотрите, еще, по-моему, на одеждах тоже у нее коллекция была. Вот, это вот такой вот. Такой сайт. Естественно, тут много информации. На каждую буквку, пожалуйста, можно открывать, смотреть и выискивать и годы смотреть. А дальше что еще можно... Что мне нравится? Сейчас, секундочку, паузу нажмем и дальше продолжим. Теперь давайте посмотрим, что еще можно на этом сайте увидеть. Значит, у нас дальше идут статьи. Как бы тоже интересно. Я всегда на них смотрю, когда у меня вот под кофе пью и смотрю. То есть вот я знакома с Силро. Его коллекция украшений тоже у меня, по-моему, парочку было. Я продавала. И когда вы уже научитесь отличать, смотреть, тогда эти украшения будут на вас прыгать. Так я вот начинала делать свои винтажные поиски украшений. Значит, я сначала изучала, потом как бы у меня глаз уже сфокусировался, и он искал то, что нужно. И, соответственно, как бы тут информация передается и немножечко рассказывается. Но опять-таки делаем скидку на то, что это у нас с вами сайт был написан давно. То есть если здесь цены указываются, нужно делать скидку вот на когда это сделано. Берем Хаскелл, пожалуйста. Тоже ее история, как вот она создавалась. Мирима Хаскелл тоже у меня есть немножечко в коллекции, но у меня чуть попроще. Не вот такого вот плана, colorful statement ее украшения. Чехословацкое, посмотрите, стекло. И тут тоже как бы статья есть. И тоже как бы информация интересна. Интересно посмотреть, интересно прочитать, посмотреть и как бы такие вот марки. То есть вот это вот такой вот сайт, который у меня находится всегда в избранных, и я на него опираюсь при своих поисках и идентификации украшения. Следующий, давайте вот в таком порядке, следующий сайт я вам покажу, который называется Ruby Lane. Он в свое время, я тоже на нем продавала. Но чтобы продавать на Ruby Lane, это гораздо, они гораздо более серьезно относятся к своим продавцам, да, соответственно, покупателям. То есть я, ну скажем так, в 60%, 70% я доверяю оценочной стоимости украшений на Ruby Lane, чем на It's. На It's и там абсолютно все. На eBay всегда все дешево, да, то есть если я буду смотреть изделия, то на eBay будут bargain shoppers, а те, кто шопится на Ruby Lane, не пойдут шопиться на eBay, соответственно, наоборот. Поэтому здесь он более как бы статусный. То есть это vintage shopping. Есть здесь немножечко handmade, да, но в основном все это идет винтажно. И опять-таки здесь антиквариат, есть и fine art и так далее, и так далее, есть и jewelry. То есть этот сайт будет, если вот первый он в основном pro jewelry, то здесь вы можете уже смотреть в вашей нише. То есть если вы занимаетесь винтажным fashion, пожалуйста, заходите сюда, смотрите, как это будет, как это выглядит, какие дизайнеры, что пользуются спросом, что не пользуются спросом. То есть 20-е годы, вот, пожалуйста, как они это сделали. Вот они изделили там что-то по тегу, наверное, выбрали 20-е годы. И как бы выбираем, смотрим. Ну и, соответственно, цены какие. Это вот если вы занимаетесь... Клодинг, ну они тег выбрали винтажный, да, допустим, вы занимаетесь платьями, да, винтажными платьями, мы смотрим 70-е. И здесь у нас, вот видите, здесь тоже такой у меня был вариант, они принимают либо на белом цвете, либо вот на сером цвете. То есть здесь вот в таком стиле это все выдержано. И опять-таки смотрим и выбираем, и оцениваем, да, обучаем себя стилем разным, да, обращаем внимание, если это платье, либо одежда на этикетке, на швы, но это уже дальше. Я на 100% не могу отвечать за винтажную одежду, пока я еще этим не занималась, да. То есть вот это у нас с вами Ruby Lane. И то же самое с украшениями, да, то есть вот они пошли украшения, антик, винтажные украшения, Artisan Jewelry, это Handmade, конечно, Ardeka, Pins and Brochers, 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 брошки, пины, давайте туда попробуем. У меня подвис, что ли, все, или у них что-то не работает. Vintage Jewelry, Link не работает, да, вот такое вот. Тоже большое количество украшений, и, как я сказала, тут на белом, да, на белом цвете они и сами Ruby Lane, по-моему, высвечивают, стараются. Ну и вот, пожалуйста, и, соответственно, оценка. Давайте попробуем посмотреть, search, как мы прыгали на трифа, трифари. Вот они, как бы, большое количество, трифари, 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 и вы уже ориентируетесь, смотрите, что у вас похоже с трифари Flower Broch. Вот такого вот плана, да, то есть есть и за 300, есть и 55, то есть вы, как бы, будете, чем больше вы будете работать с этим, тем больше вы будете уже автоматически поднимать. Вот видите, как я вам говорила, вот такая вот этикеточка, пожалуйста, да, иногда и в описаниях тоже они будут прописывать, как это называется, вот на 77, бирюза, как всегда идет, красивая. То есть вот такой план, это, как бы, наш второй такой сайт, которому я доверяю, и тут, как я сказала, пожалуйста, смотрите и по стеклу, и по антиквариату, Collectibles, Fine Art, да, Porcelana Pottery, пожалуйста, мы пошли, то есть здесь все такое, очень интересно, красивый сайт, наслаждайтесь, второй сайт Ruby Lane. Дальше, следующий сайт я нашла буквально пару дней назад, и решила с вами поделиться. Он называется The Spruce Craft. Во-первых, давайте мы его нажмем The Spruce Craft, потом постараемся вернуться. Тут типа handmade Pinterest, да, то есть я смотрю тут все такое, я по нему не ходила, но когда я стала смотреть, где же вот это вот находится, смотрите, хобби. Раздел хобби, Coin Collecting, это если монетки коллекционируют, board games, antique collection, card games, фотографии и так далее, скорее всего, SEO будет еще больше. И тут как раз получаются вот эти вот статьи, да, которым новичкам как бы интересно, да, то есть и статьи кликают у вас вот на интересные, Collecting Coins, дальше пошли, кто монетки собирает, потом еще что-то, то есть это вот статьи Collecting Stamps, пожалуйста, поехали, да, давайте мы вернемся назад на Collecting Jewelry, и они как бы нам покажут сейчас, подождите, вот Vintage Costume Jewelry, Identification and Value Guide, которые сайты я вам выставила, я их под видео, вот эти вот три линка оставлю напрямую, да, и вы как бы уже сможете посмотреть, значит, кто это у нас такая, какой-то Alice, с Кобани с Crystal Neckless, и мне даже, по-моему, даже такого не было, да, то есть если я смотрю, что это достойная цена, допустим, да, то есть в шестом году за 62 доллара продалось, ну, я не знаю, посмотрю еще буду, то есть опять-таки какая-то информация дается, это отправная точка, от которой вы будете как бы отталкиваться, ну, вот я смотрю, здесь видимо 59 будет таких постов, которым будут посмотреть, Синер Дека Ревайвал Боу Броши, вот такого, и стиль, поскольку можно доверять таким статьям, потому что там уже прописано, то есть не с умом сделан, да, то есть вот Ардека 85 долларов и так далее, едем дальше, вот она еще Синер и так далее, но и поехала, можно дальше узнавать, кора, да, естественно, здесь будет не в алфавитном порядке, а как там, а может быть его ABC, сейчас посмотрю, мне тоже в алфавитном порядке пошла Димарио Пин и так далее, Диор, вот Кристиан Диор пошел, а Ридмо, естественно, мы кликаем и идем дальше, читаем, все это мы сейчас просматривать не будем, я вам просто даю намек на то, куда смотреть и что искать, дальше, когда вы вот это все закончили, сейчас мы пойдем на вторую страницу, либо она, нет, она прямо сейчас меня дает до конца, до все 59, Джулиана, давайте, 59, да, дальше уже, когда вы все это просмотрели, в следующую чашку кофе пошла, да, и пошла silver jewelry, если это серебряное, how do you identify stone using vintage costume jewelry, как определить камни, да, то есть я так посмотрела, мне тут, в принципе, тоже можно посидеть, посмотреть, подумать, потому что много очень таких вот интересных статей, да, вот Мириам Хаскел, давайте на нее кликнем, поскольку я как бы с ней дружу, теоретически, да, и опять-таки 4 украшения из ее коллекции, которые здесь вышли, есть и unsign вперед, вот эту вот мы статью с вами посмотрели, то есть можно посидеть, посмотреть, what do this, 7 Chanel, о, смотрите, по Шанелю тоже можно посмотреть, а посмотрите, что означает какая марка, да, вот Chanel, Chanel, 41-й год, это вот еще какой-то Stampede Mark, посмотрите, 60-70-й год, вот это 70-й год, Made in France, вот у меня такие сережки Chanel сейчас есть, это даже показано в 83-й год, смотрите, как интересно, вот это конец 80-й годов, Chanel, 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 вот такая вот штучка, поэтому я линк вам на этот сайт дам, чтобы вы тоже посидели, посмотрели и поизучали, пообразовывали себя по маркировке, и последний сайт я вам покажу, он более fine jury, то есть 14-ти каратное золото и так далее, платина и вперед, да, то есть с этим сайтом, если вы найдете что-то интересное, замечательно, да, для себя выясните, я с ним не работала, но я увидела, что очень много таких вот марок, да, и, соответственно, они тоже здесь в алфавитном порядке выстроены, да, как бы вот 18-й, ну это когда вы увидели там 18 карат, 14 карат, либо что-то там еще, и дальше уже следующую марку пробовать выискивать, так что вот распознавание винтажных украшений, это не менее забавное времяпрепровождение, чем поиски, чем поиски, чем фотографирование, чем продажа, и чем получение вот этих вот заветных денежек от ваших хобби. Поэтому вот смотрите, на все эти как бы листинги, на все эти сайты, линки будут под видео, я надеюсь, что вам это видео поможет более подробно узнавать о вашем, о ваших винтажных находках. Итак, с вами была Маргарита, и в этом видео мы с вами познакомились с моими основными 2-3 сайта, которые я использую для идентификации, распознавания своих винтажных украшений. Значит, это вот Researching Costume Jewelry, и второй сайт очень мне Ruby Lane, Trustworthy, да, так что, если вам эта информация понравилась, пожалуйста, ставим лайк, а, соответственно, если маловато, значит, допишите, что бы вам еще хотелось узнать, я тогда посижу, посмотрю, поищу, да, но если не нравится видео, соответственно, тоже ставьте дизлайк, мы посмотрим rotation, да, сколько к чему подошла. Итак, прощаюсь с вами, Маргарита, идти школа успешных продаж, раздел винтажные украшения. Субтитры создавал DimaTorzok